Здравствуйте, мои дорогие и любимые девы! Это ваш второй прогноз на декабрь 2022 года. Ну что, конец года, дорогие друзья. У меня сегодня для вас 6 колод, и мы с вами будем начинать с первой колоды. Называется она у нас «Золотой таро нового искусства». Вот такая вот колода, мы с вами ее уже употребляли в наших раскладах. Я тасую карты, и мы смотрим, что ждет вас, дорогие девы, в декабре месяце, какие события могут произойти, что вселенная захочет вам подсказать через карты таро, что вообще вам нужно знать на декабрь месяц, на конец года. Ну что? Пятерка, пятерка чаш. Здесь, может быть, какие-то эмоции, разочарования, огорчения, да, расстройства, какие-то потери могут быть. Здесь человек зациклен, зациклен на потерянном, поэтому он не видит, что вселенная предоставляет ему еще две возможности для того, чтобы поправить, изменить, улучшить свою какую-то ситуацию. Также человек еще может быть зациклен на прошлом, да, он что-то тянет до сих пор с прошлого, не может смириться, какие-то прошлые обиды, расстройства. Он, может быть, сам вводит себя сам в депрессию, вот, и он переживает, и он очень... Здесь вот такой вот эмоциональный кризис, да, происходит. Совет по этой карте, наверное, отпустите прошлое, смиритесь с прошлым, похороните это прошлое наконец-то, да. И здесь оглянитесь назад, потому что вселенная предоставит вам возможности изменить улучшить что-то в своей жизни. И прекратите винить себя в чем-то и зацикливаться на том, что уже не получилось, или на том, что уже потеряли, да. Здесь может быть как повтор ситуации, где когда кто-то что-то пообещал, например, общались с вашим партнером, ну, он вас обидел, попросил прощения, сказал, что так больше не будет, возвращаетесь к партнеру, и ситуация та же самая повторяется, да. Здесь такая ситуация опять 25, да. И здесь опять-таки человек унывает, и, естественно, такой эмоциональный сбой, вот. Это как к примеру. Вот сейчас вытащим еще одну карту и посмотрим. Вот. Здесь у нас королева, королева мечей. Здесь, знаете, принятие какого-то решения, может быть, нужно будет обсудить что-то с специалистом, обратиться к специалисту здесь, да. Здесь такой человек будет вас направлять, или, может быть, вам нужно встать, это королева мечей, да, где вам нужно немножечко собраться, собраться эмоциями, силами. И здесь не нужно, может быть, реагировать эмоционально на какую-то ситуацию. Здесь именно как будто что-то нужно будет проанализировать, прокоммуницировать, пообщаться с кем-то, что-то узнать. Может быть, будете подготавливать какие-то документы даже. Вот, строить четкий план, носить ясность и принимать какое-то решение важное для вас, да. Вот. И также, может быть, нужно будет что-то отрезать, убирать из вашей жизни, менять. Вот. Может быть, здесь нужно будет стать этой королевой мечей, где нужно будет набраться такой силы, да. Или если вы считаете, что нет, все-таки это не я, я так не могу, то, значит, такой человек будет участвовать в вашей жизни, который не будет эмоциональной, и который будет вас направлять, давать вам какой-то мудрый совет. И, может быть, такой человек по гороскопу будет один из знаков воздушной стихии. Это, может быть, близнецы, это, может быть, весы или водолей. Так. Следующая колода у нас с вами на сегодня. Это Таро 78 дверей. Паш, Паш Жезлов. Здесь, знаете, может быть, получите какую-то информацию, какую-то новость, может быть, придет какая-то идея в голову, загоритесь какой-то новой идеей, появится мысль, да. Здесь, может быть, на самом деле кому-то поедете, или получите подарок, или кому-то сделаете приятно, или, может быть, купите подарок своему ребенку, потому что Паши у нас тоже символизируют детей. Здесь будете проявлять какую-то такую активность, да. Решите поехать куда-то, или, может быть, заняться спортом, или, может быть, начнете что-то делать для своего ребенка, может быть, устроите своего ребенка в школу, или займетесь его образованием, или обучением и так далее, да. Или, может быть, нужно будет за кем-то присматривать. Или получите какое-то сообщение, новость, но это будут такие приятные новости, это будет как сюрприз, может быть, да. Может быть, кто-то вам сделает сюрприз, или сюрприз-подарок такой приятный. Королева, королева Пентакли, это, наверное, все-таки вы, девы, да, все-таки земная стихия здесь, и здесь, наверное, стабильная финансовая ситуация, все нужно разложить по полочкам, что-то обдумать, продумать, составить финансовый план, брать контроль, да, управлять вашими финансами, брать ответственность финансовую здесь, да, проанализировать что-то, пообщаться с кем-то, особенно если у вас свой бизнес, здесь может быть общение с бухгалтером, или подготовка к налоговой инспекции и так далее, да, потому что здесь именно у вас есть какой-то собранный уже капитал, здесь есть уже на какую сумму можно положиться, оперечься, да, потому что это ваши заработанные деньги, вы сами себе это создали. Здесь стабильность, здесь изобилие, здесь роскошь, и такому человеку важно иметь что-то свое, например, недвижимость, свой дом, свою машину, да, обладать, иметь. И здесь, может быть, вы будете именно откладывать или собирать какую-то сумму денег для того, чтобы приобрести или купить что-то, да, или создать себе вот этот комфорт, да, вот. Или будете именно строить какой-то финансовый план и принимать какие-то важные финансовые решения. Так, двигаемся дальше. Следующая карта у нас, колода, не карта, с вами это повседневная Таро Ведьмичек. Рыцарь, рыцарь Жезлов здесь, знаете, пришла идея в голову, отправился в путь, начал двигаться, начал действовать, тоже начал что-то реализовывать. Меня здесь никто не останавливает, потому что я загораюсь, ко мне приходят новые идеи, я хочу их реализовывать. Вот такая вот ситуация, да. Здесь может быть что-то связанное с транспортом, с переездом, прогресс, движение в ваших делах, да, может быть, нужно будет куда-то поехать, может быть, примите решение переехать, уехать, или что-то связанное с путешествиями или за границей, да, может быть, поехать за границу, вот, или это может быть просто путешествие, или это может быть на самом деле переезд, но это жить в другой город, например, или в другую страну, вот, или, может быть, к вам кто-то приедет внезапно, быстро, он погостит и уедет, да. Или получите какие-то известия, какую-то новость откуда-то. Сейчас посмотрим дальше. Здесь у нас шестерка. Шестерка жезлов здесь, знаете, это может быть прогресс, это может быть преодоление каких-то препятствий. Здесь может быть изменение в статусе. Может быть, кто-то поженился, стали чью-то женой или мужем. Или здесь, может быть, станете мамой, бабушкой, дедушкой и так далее. Потому что здесь статус может поменяться при рождении ребенка. И здесь какой-то, может быть, внезапный поворот. Быстро что-то будет происходить, какие-то перемены, изменения. Может быть, здесь даже предложат вам какую-то должность. Может быть, это должность в другом городе. может быть, это должен быть вообще в другой стране, да, и вам нужно будет поехать, потому что здесь может быть карта повышения. Также, может быть, вы что-то сделаете, где вам будут аплодировать, восхищаться, поддерживать, да, это дает, придает уверенность, уверенность в свои способности, в свои силы. И здесь также, знаете, где вы чувствуете себя, знаете, как вы наслаждаетесь тем, вы довольны тем, что вы достигли, вы смогли самостоятельно что-то сделать, создать, преодолеть в своей жизни, например, да, были какие-то преграды, нюансы, постоянно что-то возникало, но здесь вы добились, вы стали этим лидером, вы стали этим триумфатором, да, наконец-то добились своей цели. Вот. Вот такая вот здесь карта, карта позитива, карта лидера. И здесь, может быть, вы станете блогером, либо уже блогер, тогда вы станете популярным человеком. Здесь, может быть, знаете, ваш бизнес станет популярным, или, может быть, вам нужно выступить в роли лидера, где вы проведете какой-то вебинар, да, на социал-мидиа, может быть, на какой-то платформе, может быть, решите сделать лайв семинар или видео, например, да, и станете популярным в своей деятельности. Так. Следующая колода у нас с вами на сегодня – это Таро Провидцев. Карта смерть. Карта смерть. Здесь происходит трансформация. Что-то старое умирает, новое рождается здесь, да. Здесь происходят какие-то события, и вас трансформируют, да, вы изнутри трансформируетесь, вы как будто… Здесь рождается новый вы, да, потому что, может быть, для кого-то это на самом деле рождение ребенка, и это, естественно, происходит как трансформация вашей жизни, потому что вы начнете жить по-другому, да. У вас уже другие ответственности, другие цели, другие заботы, и, естественно, здесь уже жизнь ваша поменялась, вы уже не живете по-прежней, да. Вы уже живете по-другому, потому что нужно здесь учитывать других участников вашей жизни, вот. А здесь также, может быть, что-то старое, да, умрет, отношения какие-то завершатся, закройте дверь в прошлое, закройте дверь в старое, и здесь появятся возможности открыть новую дверь, ну, создать себе новые возможности, так что здесь могут быть перемены, перемены вашей жизни, да, и также внутренние трансформации. Вот такая вот карта. Карта перемен. Восьмерка. Восьмерка мечей здесь, наверное, скорее всего, страхи, переживания, да, ограничения. Вы сами боитесь, может быть, вот этой трансформации жизненной, вы сами боитесь этих перемен, вы сами боитесь, потому что, знаете, не знаете, как это воспринять, да, может быть. Это просто ваше убеждение, страхи, стресс, да, вот, или вам кто-то пытается что-то навязать, сказать, что у вас что-то не получится, допустим, да. Но здесь, знаете, эта трансформация произойдет, и, может быть, уже происходит с вами, когда это будет происходить с вами, здесь может дать такое немножечко переживание, волнение, может быть, да, что нет, я не знаю, в какое-то направление или в сторону это идет, да, это может быть совсем не мое, нет. Не нужно переживать, не нужно настраивать себя на негатив, это просто ваши какие-то убеждения, пожалуйста, уберите их, потому что здесь именно эта карта, знаете, когда вы ставите точку, ставите точку на какие-то ваши ограничения, на какие-то ваши нерешительности, на какую-то ситуацию, да, которая длилась очень долго и уже напрягала, вот. И здесь именно происходят перемены, позитивные перемены в вашей жизни, которые меняют вас как человека и также дают какие-то новые возможности, да, жить по-другому и дать возможность как бы родиться еще раз. Вот так вот. Следующая колода у нас с вами на сегодня это Таро Ведьмичек. Вот такая колода, это новая колода. Сейчас посмотрим, что эта колода захочет подсказать. Десятка, десятка чаш, десятка чаш, это эмоции, это радость, это счастье, это успех, это удача, это везение, это исполнение желания, это также куллиминация и завершение чего-то очень успешно. Это завершение будет очень успешным, да. Поэтому здесь какие-то достижения, семейный праздник, здесь вы радуетесь, наслаждаетесь жизнью, все прекрасно, все хорошо. Здесь может быть и покупка недвижимости, это может быть и переезд, это может быть какая-то семейная такая атмосфера, может быть, да. Здесь может быть рождение ребенка, новость о беременности тоже может быть, пополнение в семье. Вот такая вот карта, да. Поэтому эта карта как быть на седьмом небе, это счастье, это карта успеха, счастья, везения, поворот событий. И именно здесь, знаете, этот фундамент заложен очень надолго. Поэтому здесь вот такая будет радостная обстановка семейная, когда просто, да, аж до слез. Счастье до слез, можно сказать, вот так. Вот. Так что вы здесь будете в семейной обстановке что-то праздновать, наслаждаться и веселиться. Сейчас вытащим еще одну карту. Четверка, четверка чаш. Здесь, может быть, знаете, что-то, может быть, надоест, или кто-то будет пытаться что-то навязать, или здесь как будто немножечко такой момент ожидания. или здесь кто-то будет что-то вам предлагать, может быть, не будет устраивать, или не будете хотеть, но здесь стоит обратить внимание на это, потому что это может быть дать вам определенный рост, определенное везение или определенную удачу, да, в какой-то ситуации. Что-то поменяется, изменится, поэтому здесь именно нужно обратить внимание будет на это, да. Может быть, да, здесь что-то не так уж будет устраивать, или кто-то будет обещать вам что-то, но не совсем... Пообещали там горы, но здесь там вообще совсем не так, как пообещали, да. Вот, может быть, такая ситуация, или, может быть, просто спад в настроении, немножко будете чувствовать себя вяло, настроение будет меняться, может быть, да. Вот, и, может быть, просто решить побыть в одиночестве, подумать, вот, может быть, сочувствовать, будете сами себе сожалеть и так далее, да. Может, такой момент будет, ностальгия. Такая вот карта. Но это все уладится, потому что это все-таки четверки, вот, у вас, помните, у вас здесь заканчивается это все десяткой, десяткой, поэтому здесь это все может еще мыть, как момент ожидания, да. Это как будто вы ждете чего-то. Или пытаетесь разобраться в себе эмоционально, чего вы хотите. И последняя колода у нас с вами на сегодня, это второе мистических моментов, вот такая вот колода. Четверка мечей. Четверка мечей. Здесь нужен будет отдых, взять отпуск, отдохнуть, сделать тайм-аут, да, дать себе возможность немножечко подумать, обдумать следующий шаг действия. Или, может быть, здесь это еще карта ретрита, это, может быть, карта санатория, или, может быть, просто здесь нужно сделать тайм-аут для того, чтобы отдохнуть. Также нужно будет обратить внимание на свое здоровье. Может быть, здесь нужно именно, знаете, выспаться, полежать, отдохнуть, собраться силами, энергией и так далее, да. Вот, и в то же время, может быть, кто-то захочет делать паузу в каких-то своих делах, для того, чтобы там замедлить какой-то процесс, чтобы обдумать следующий шаг действия, например, не торопиться, да, возможность подумать. Сейчас вытащим еще одну карту. Здесь у нас карта влюбленные. Влюбленные, старший аркан. Может быть, вместе с партнером куда-то поедете, вместе отдохнуть, да, вместе отпуск возьмете и поедете, куда-то проведете хорошее время вместе. Или, может быть, просто сделайте такой небольшой перерыв, паузу в отношениях, может быть, да, или вместе решите отдохнуть и поехать куда-то, потому что это, знаете, это любовь, это взаимопонимание, это когда два партнера понимают друг друга, когда они хотят одного и того же. Так что здесь, может быть, вместе, знаете, сделать этот перерыв, отдохнуть вместе, поехать куда-то в отпуск, может быть, да, вот, отдалиться от работы. И здесь, знаете, провести время вместе, сделать что-то вместе. Или, может быть, в деловых отношениях это, может быть, знаете, продумать каждый шаг, здесь дать себе возможность обдумать что-то, принять какое-то, может быть, решение здесь, как вы дальше будете. Это, может быть, тогда ваш бизнес-партнер, или это, может быть, перемирие с кем-то, или это, может быть, договоренность с кем-то, подписка контрактов, заключение сделок, может быть, каких-то, да. И, может быть, здесь вы решите сделать немножечко паузу или замедлите какой-то процесс сами. Вот такой у нас с вами получился расклад, мои дорогие девы. Я вам желаю удачи и успехов на декабрь, счастья, здоровья, радости, исполнения желаний. Пускай все будет так, как вы задумали. Наслаждайтесь, пускай исполняются все ваши желания и мечты. Будьте на седьмом небе от счастья. Но если вы до сих пор не подписаны на моем канале, буду очень благодарна, если вы подпишетесь. Заранее благодарю вас за вашу поддержку. Также огромное вам спасибо за внимание. Очень благодарна вам. Ну, а мы с вами будем прощаться, прощаться, и мы увидимся с вами в январе уже в 2023 году, да, в новом году. Так что удачи и успехов. Провожайте 2022 год, встречайте 2023 год раз с простертыми объятиями. И везения и успехов вам в декабре, дорогие мои. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok